Сейчас начинаем нашу презентацию, конференцию и начинает ее Алексей Лапышев, генеральный директор компании E-Stell, с общим описанием системы, с описанием возможности ее использования. Все, Алексей. Продолжение следует... Дай, 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 дай. Держи. Мужник. Что, потеряли что-то? Сейчас, секундочку. Небольшой сбой. Все, запускай. Добрый день еще раз, господа. Я сегодня хотел бы вам немного и очень коротко рассказать о функционале того оборудования, которое мы сегодня вам представляем, и о основных вариантах его использования, особенностях этой системы, ну и так далее. Прежде всего, можно сказать, что есть пять основных, но своего рода китов, на которых построена SCM. Это, прежде всего, чисто IP-решение, то есть, наконец-то появилась Pure IP-станция. Второе. Поддержка видео и вызова по принципу точка-точка. Телефон-телефон, телефон-программный клиент, программный клиент, программный клиент. Встроенная конференц-связь, то есть, на базе самого сервера уже реализована конференц-связь, которая открывается лицензиями и достаточно удобно в использовании, поддерживает до 64 каналов, до 64 одновременных абонентов. Масштабируемость системы. В принципе, система может плавно наращиваться фактически от нуля абонентов и до 3-6 тысяч абонентов. Это в варианте SCM-экспресс. SCM-энтерпрайс, который, наверное, в будущем появится все-таки в России, там уже фактически до 60 тысяч абонентов. Кроме того, данная система поддерживает также встроенную голосовую почту. Опять же, она реализована на сервере. Опять же, это чисто лицензионное решение, то есть, как такового железа нет отдельного. Открывается лицензиями необходимые каналы. Архитектура сети. Прежде всего, сам сервер. Это на базе серверов Dell. 1, 2, 4 сервера связки. Ну и, собственно, терминальное устройство. В качестве швизов используется корзина OfficeServe. 7,7, 7100, 7200, 7400. SIP-трамки подключаются напрямую, фактически, к самому серверу SCM. Телефонная линия общего пользования, как в варианте аналоговых линий, так и в варианте PRA, EUR и SDN, подключается через шлюзы. Через соответствующие карты, устанавливаемые на шлюзах. В качестве терминальных устройств можно использовать аналоговые телефоны, IP-телефоны, программные клиенты. Кроме того, есть достаточно широкий выбор серверов приложений, как встроенных, так и внешних. Основные компоненты системы, более подробно. Прежде всего, это сам, как таковой, SCM, Samsung Call Manager, сервер Dell с установленным программным обеспечением, и шлюзы расширения емкости. Соответственно, фактически, Гетвей. Корзина Офисер 7400 до 480 портов с поддержкой, 7200 до 128 портов, 7100 до 32 портов, 770 до 52 портов. В принципе, никаких ограничений по емкости по сравнению с базовыми характеристиками у данных шлюзов нет. Единственное, одно сразу нужно отметить. Функциональные карты на станциях в варианте использования SCM, они работать не будут. То есть, карты конференц-связи, карты голосовой почты, они перестают работать на SCM, они реализованы на базе лицензии, которая открывается на самом Samsung Call Manager. Поддерживаемые типы терминалов и клиентов. Ну, прежде всего, это IP-телефона производства Samsung, линейки SMT, вся линейка SMT поддерживается. В скором времени планируется замена SMT-i52-43 на SMT-i53-43. Кроме того, есть выбор достаточно хороших программных клиентов. Поддерживается функционал Vivoib с установкой на смартфоны на базе Android, но, в принципе, на базе iOS-а, по-моему, пока еще нет. SLT-телефоны подключаются через шлюзы, через те же самые гитвеи. Сторонние IP-телефоны. Сразу должен оговориться. Дело в том, что по IP-телефонам, как родным IP-телефонам, так и сторонним IP-телефонам, существует жесткая система лицензирования. Для того, чтобы подключить IP-телефон как родной, так и сторонний, необходимо открыть соответствующую лицензию. Сам по себе он работать не будет. SLT-телефоны, ну, можно сказать, что они без лицензии открываются. Область применения, как я себе это вижу. В принципе, любые компании, которые отличаются развитой, разветвленной архитектурой. То есть банковский сектор, туристические операторы, страховые компании, компания жилищно-коммунального сектора, государственный сектор, сетевая торговля. То есть, в принципе, любая компания, которая имеет потребность в разнесенной архитектуре. Там, где могут быть большое количество офисов, вынесенных в разные места, и, в принципе, не имеет никакого значения, где локально реализованы эти офисы. Они могут быть в соседнем здании, в соседнем городе, в соседней стране. В принципе, особой роли это не играет. Особенности системы. На этом слайде просто идет перечисление основных, скажем так, особенностей. А дальше немножко подробнее рассмотрим каждый из этих вариантов. То есть, прежде всего, это кластерная система. Фактически, я насчитал возможность трехступенчатого резервирования системы по процессору, так называемое, резервирование. Масштабируемость достаточно широкая. Возможность географического и физического разнесения управляющих серверов. Возможность реализации базового функционала контакт-центра. Возможность реализации, ну, фактически, тоже базового функционала IVR-системы. Возможность конференц-связи. Достаточно удобная, достаточно продвинутая. Кластерная система. То есть, что я имею в виду? Дело в том, что я об этом уже говорил. То есть, мы имеем в центре Samsung Call Manager в одной-двух серверном варианте. И узлы, которые там вынесены, либо в соседние здания, либо в соседние города. В принципе, не суть важна. Узлы могут реализованы быть как на базе, собственно, самих гитвеев с решением абонентской емкости через аналоговые телефоны, так и на базе группы IP-телефонов. Причем при этом IP-телефоны будут регистрироваться непосредственно на самом SCM. Вообще, IP-телефоны на станции, на системе SCM-экспресс реализуются непосредственно на самом SCM. Но привязываются при этом к определенным шлюзам, к определенным группам абонентов, можно сказать. Ну, так сказать, небольшая картинка, иллюстрирующая, как это может быть реализовано, какие это дает возможности. То есть, в принципе, полностью емкость позволяет развернуть систему, реализовать функционал одна компания, одна система. Потому что 6 тысяч абонентов, 256 офисов, это очень, скажем так, значительный функционал. Трехступенчатая резервирование системы. Что я имел в виду в данном случае? Прежде всего, мы имеем сам, как таковой, Samsung менеджер, то есть SCM-экспресс. Если мы ставим в двухсерверном варианте и ставим лицензию ActiveSandby, фактически, то у нас получается резервирование от SCM-экспресс, второй сервер фактически резервирует первый. В случае, если первый сервер вышел из строя по каким-то причинам, автоматически подхватывается вторым сервером управления всей системой. Предположим, случилось невероятное. Вышел из строя второй сервер. После этого фактически общая связь, система разваливается, общая связь теряется, перестает работать система в целом, но каждый отдельный шлюз продолжает работать с заранее заданными настройками. Фактически начинают работать собственные процессора этих шлюзов. Поэтому, фактически, скажем так, в какой-то степени уникальная система, если кто-то сталкивался с аналогами у той же самой АВАИ, у той же самого Сименса 4000, стоит очень и очень больших денег подобное. Здесь это, в принципе, можно сказать почти, что базовый функционал. Масштабируемые системы. На базе системы экспресса можно постепенно нарастить емкость фактически от нуля абонентов и до 6000 абонентов. Причем ни в какой момент времени вам не придется отказываться ни от какого оборудования, что немаловажно. То есть в первом момент мы имели 1-2 узла, дальше постепенно мы наращиваем емкость, появляются новые узлы. В принципе, все, что нужно будет на каждом этапе, это докупить нужные вам гитвей. Лицензиями ни аналоговые абоненты, ни транки не открываются, поэтому они изначально уже фактически открыты на системе. Поэтому, в принципе, докупается просто абонентская емкость, транковая емкость. На шлюзах разворачивается и доставляются станции. Географическое и физическое разнесение управляющих серверов тоже в какой-то степени имеет отношения к резервированию системы. То есть, если мы имеем двухсервенный вариант в варианте актив-сендбай в начальном моменте, если мы вынесем... Жень, щелкни. Выносим вторую пару серверов. Ну, фактически, если уже актив-сендбай не будет, там будет актив-актив. Еще раз щелкни. Связка пойдет. И, соответственно, у нас появляется две пары серверов, которые фактически работают, ну... Скажем так, они на самом деле работают независимо друг от друга, но в какой-то степени это можно сказать, что происходит физическое разнесение системы. Тоже немаловажно, потому что это критерий защищенности. Единый план нумерации. На системе Samsung Call Manager реализован фактически восьмизначный режим нумерации внутренних абонентов, причем он достаточно гибкий. Если на всей системе могут быть номера восьмизначные у абонента, то внутри группы абонентов он может быть номер трех-четырехзначный. Ну, понятно, что позвонить из офиса А в офис Б, набрав восемь цифр номера, может быть, будет удобно. Позвонить из... внутри данного офиса, набирая восемь цифр внутреннего абонента, будет, наверное, уже не слишком удобно, а гораздо удобнее ограничиваться там тремя-четырьмя цифрами. Поэтому это тоже немаловажная особенность. В принципе, основной лозунг здесь — это удобство общения. Дальше. Следующая особенность — возможность миграции с традиционных транков на IP-транки. То есть, если мы в начальный момент имеем Samsung Call Manager, подключенный к телефонным сетям общего пользования через шлюзы, и существует задача в дальнейшем перейти на СИП-транки. Жень, щелкни. У нас пропадает... ну, можно отказаться от ФОПа, по СИП-транке подать на сам СЦМ, и фактически мы ничего не теряем, потому что СИП-транки на СЦМ как таковые не лицензируются. Изначально там несколько гигабайт скорости открыты на самом СЦМ, поэтому просто как таковое предключение СИП-транков на сам СЦМ, и сам СЦМ начинает работать в режиме, скажем так, приема транковой емкости. Контакт-центр. СЦМ-экспресс обеспечивает возможность построения базового контакт-центра на своей основе. Ну, что-то на схемке нарисовано примерно, как это может выглядеть. Щелкну. То есть стандартный вариант. Есть группа абонентов, принимающих вызов. Пошел вызов, оператор принял вызов, перевел на нужный офис, в нужном офисе приняли звонок. Причем, собственно, операторская служба может находиться в одном городе, а принимающие абоненты могут находиться в совершенно других городах. Здесь это не суть важно. Количество групп, ну, узлов, скажем так, распределения может быть до 8 узлов создано. В каждом из них до 256 абонентов может использоваться. Голосовая почта. На базе СЦМ-экспресса можно развернуть современную AVR-систему с максимальным количеством каналов до 64 каналов поддерживается. Количество пользователей голосовой почты фактически не ограничено. То есть там никакого лицензирования нет. Реализована система многоуровневого меню. Открывается все лицензиями. Осуществлена интеграция с внешними почтовыми приложениями, в том числе с тем же самым Microsoft Outlook. В принципе, можно принимать факсы, предположим, напрямую на систему. Конференц-связь. То, что многие из вас знали, я думаю, что слышали, знали, кто-то разворачивал конференц-системы на станциях OfficeServe серии 7000, которые были реализованы на конференц-мостах, фактически полный аналог реализован на системе СЦМ-экспресс. Единственное отличие существенное, это решение не железное, а лицензионное. Чисто лицензионное решение. Никакого железа там докупать не надо отдельно. Просто лицензиями открывается дополнительное количество каналов. Максимальное количество участников, одновременных абонентов в конференции 64. Общее количество там 128, насколько я помню. Три основных вида конференции, но это традиционно для Samsung. Это, можно сказать, ручная конференция, заранее предустановленная конференция и некая заранее созданная конференция в рум, куда абоненты приходят для проведения конференции. Ну и примерно как это выглядит, вот можно. Сбор конференции пошел, в принципе, можно проводить конференцию. Я показал на примере трех абонентов, можно больше, естественно. Мобильность. То, что долгое время было существенным недостатком Samsung, к сожалению. Это отсутствие возможности построения микросотовых сетей связи. На сегодняшний день стало возможно как на станциях Offserve, так и на Samsung Call Manager реализовать эту функцию на базе технологии VLAN. То же самое Wi-Fi. На SCM в данном случае можно рассмотреть два варианта. Вариант первый. Вариант первый. Это используя родные Wi-Fi трубки, которые производит Samsung, подключая через точки доступа на систему. Вариант второй. Используя специальные лицензии Vivoib, когда в качестве терминалов используются смартфоны на базе Android версии 4.2 и выше. В принципе, как вы сами понимаете, в чем преимущество этой системы. С одной стороны, сравнительно дорогая система. Все-таки и Wi-Fi трубки несколько дорогие, и смартфоны не такие дешевые. Но, с другой стороны, возможность масштабирования системы почти не ограничена. Потому что встраивается, фактически используется внешняя Wi-Fi сеть. Все зависит только от размеров самой Wi-Fi сети. Количество абонентов, которые можно привязать к этой Wi-Fi сети, что Vivoib абонентов, что Wi-Fi телефонов, оно, в принципе, ограничено только общей емкостью самой станции, самой системы. То есть те же самые 3-6 тысяч абонентов. Этого, в принципе, я думаю, что сейчас не может ни одна микросотовая система предложить на сегодняшний день. Видеосвязь. На системе Samsung SM реализована функция прямой видеосвязи по принципу точка-точка. То есть телефон-телефон, телефон-программный клиент, программный клиент-программный клиент. Женя, запусти. То есть показано примерное направление, как это может выглядеть. Женя в своей презентации покажет, как это реально осуществляется. Функционал достаточно удобный. И единственное, что в качестве, скажем так, железного телефона на сегодняшний день можно использовать только телефон SMT-i5243, либо SMT-i, который выйдет в 5343. Но камеру надо внешнюю ставить, потому что к SMT-i5243 у него встроенной камеры нет. Вставится внешняя веб-камера, подключаемая к телефону фактически. На базе Samsung Call Manager, точнее сказать, Samsung Call Manager поддерживает интервью с внешними базами данных. В принципе, любые внешние базы данных могут быть подключены к Samsung Call Manager. Это могут быть внешние почтовые сервера, это могут быть внешние базы данных, это может быть то же самое SQL-сервер. И, в принципе, дальше можно делать все, что нужно по настройкам системы, по тому функционалу, который вы хотите получить. Ну, у меня все. Хотелось бы, если какие-то есть вопросы по моей презентации. А видео в режиме конференции планируется? Пока нет. Пока нет, но вот, Лев, видео... То есть, какие-то внешние системы фактически. Ну, то есть, встроенных систем все-таки не будет. Аудиоконференц-связь встроенная. Олег, если переходить на 7-трамки, сколько 7-трамков доступно или максимально возможно? Ну, смотрите, Олег, насколько я помню... А что они лицензируются? Они не лицензируются. СМ-экспресс на входе имеет сколько? 3 гигабайта у него вход? У него 3-гигабайтный вход. Ну, теоретически, 3 гигабайта разделим на сколько? На 64К. И теоретически, да, теоретически можно получить 64К, 128К, ну, сколько? Тысяча, две, три тысячи трамков. То есть, я думаю, что в рамках 6 тысяч портов, которым можно емкость, разумея, запустить на системе, трамковая емкость сиповая, она не будет ограничена фактически ничем. Сиповая емкость тысяча, да? Вопрос еще такой, когда у нас система разваливается, и у нас, допустим, сайтом стоит 720 или, например, 7070, которая сама по себе может не являться СИП, не может не иметь СИП в рамке у себя для связи с местным оператором для удешевления стоимости зажгопа. Это послание или нет? Нет, она не будет иметь, потому что на ней будет ясно, что на ней будет стоять, предположим, карта УАС либо МЖИ-64. Через эту карту будет осуществляться связь шлюза, гитвея с центральным, скажем так, сервером. В случае выхода из строя центральной системы, я думаю, что система поднимется на том же самом офсерве, но, наверное, эти настройки, скорее всего, надо будет вручную прописать. Или как, Женя? То есть, реально, надо будет... Нет, СИП-тракки работать не будут. Будут работать только настроенные, там, если пейрайз пользуются, либо... Но пейрайз его, да, будет. Они поднимаются. А на 7070 будет работать аж... Аж 323 на 7070 не работает. Нет. Я вижу, что у него немножко так гидридная, ну, система телефона. Нет, система не работает. То есть так, что никаких системных телефонов, ни на какой системе при использовании, ну, в качестве СИМа, да, для битвы, не работает. И что, по Wi-Fi, вопрос. В Wi-Fi, каким образом? Если на станции 7472 открывалась на Enable, например, да, и ты работаешь с остальными настройками, то как это будет сочетаться? Это будет сочетаться на базе именно же самого колл-менеджера? И как будет работать, допустим, трубочки в Аликуте тоже, например? Ну, а какая разница, где трубочка находится? Ну, система оборвалась, вот у нас нет связи. Смотрите, значит, особенность, да, при программировании СИМа, мы каждый гидвей, для каждого гидвейа трубки прописываем, что, например, к одному гидвейу относятся номера такие-то внутренние, к другому другие. При этом неважно, что это за номера, именно в каком исполнении, то есть IP-телефон, либо VivoIP-телефон. Для станции, да, грубо говоря, да. То есть, в случае выхода из строя СИМа полностью, да, ну, обрубила интернет в колл-центре, там, в контакт-центре, станция берет на себя управление всеми теми девайсами, которые у нее прописаны. А, станция сама по себе, я понял. То есть, если в случае того, что если там есть свои трамки, PRAI, либо CIO, так же трамки поднимаются на ней и отдельно работает, то есть сама система, сам гидвей становится отдельной АТС-кой. То есть, сам вот это и есть, ну, сам, простите, да? Да, 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 слушаю вас. Следующий вопрос, кстати, по тех управлений со стороны СИМ. Если СИМ поддерживает незначную нумерацию, получается, что вот эти вот гидвей обязательно будут поддерживать незначную нумерацию? Сами гидвей поддерживают четырехзначную нумерацию. Ну, максимум четырехзначную. А при этом восьмизначная нумерация добавляется уже в СИМ-ки. То есть назначение идет так, как вся связь СИМ-гидвей идет с помощью ну, CIL-нумеров, то есть определители восьмизначные уже прописываются в CIL-определители. Ну, простой пример. Если я делаю систему, да, то есть у нас пятизначная нумерация, какое помимо управление материалов и абоненты и снова капитальные. Абоненты внутри одного гидвей имеют четырехзначную нумерацию. Ну, фактически надо сделать параллельную вторую нумерацию. То есть делается, да, вторая нумерация для звонков между гидвейами делается второй вид нумерации именно в том виде, на ту длину, которая вам необходима, если она более четырехзначная. Управление лучше не терять. Нет, есть же резервирование системы, если решение. Конечно. В общем, удаленно разнеси, как сказали бы. При подключении в медиабитвей каким способом это делается, какой трафик примерно служебный гоняется по каналу и, соответственно, есть ли какие-то ограничения по разговорному трафику? Так, ну, во-первых, ограничения по разговорному трафику одно. Это количество каналов, которые используются. то есть вы поставили МЖИ-64, если на 7400, то 64 канала максимум. Если поставили там ОАС, либо МЖИ-16, то, соответственно, ограничение идет именно на количество каналов. Соответственно, ну, по трафику, трафик минимальный, служебная информация, ну, то есть, служебная информация вообще там, по объему не скажу, но очень мало идет. И, соответственно, с внешней средой там связи одного гигабайта для разговоров хватает вполне. То есть, да, один канал скорость через А4К занимает. Ну, посчитаем. Нет, ну, с разговорами непонятные, имеется в режиме служебная трафика, потому что все-таки состояние телефонов какие-то должны передавать. Ну, с этим вообще очень мало. Состояние телефонов передается только который IP-телефон. аналоговый телефон только на регистрации, что они зарегистрированы, там постоянно опрашивают, и все. Ну, то есть, белые кнопки, например, на другой системе не смогут видеть состояние аналогового телефона? Ну, по идее, смогут. Значит, да, уже тоже передаваться. Ну, а регистрации? Ну, а регистрации плюс, соответственно, занятия. Состояние. Да, Ирина. У меня вопрос для вас, зрители, отразляции. А может ли СМС помогаться с иностранцем? С радиусом? С 1 до 7. Да? Да. Какой именно радиус? Рарус. Рарус. Ну, любые внешние базы данных, поэтому как говорили, в роли не играть. Там специальная лицензия открывается. В партнерской программе мы будем, я буду об этом говорить о том, что у нас в планах проверка сопряжения СМС один раз. То есть, я расскажу там, не когда детально, более подробно остановлюсь, поэтому наш зритель дождется пусть второй части нашей презентации конференции, да, где уже более детально, более подробно мы сможем остановиться. Александр, да? У меня был вопрос по количеству шлюзов, которые мы только съем. Максимально. По максимальному 512. Протестировать, не знаю, в Корее тестировали максимальное количество подключений. Вер, вопрос. В Корее тестировали максимальное количество подключений. Вер, давайте вопрос зададим сразу, тебе не стоит. Вы за дело планировали продукты. Математически возможно. Хотя бы больше. Математика позвольте. Математикой все нормально. То есть, 3 подключения. Вероятность 99%. По статистической поверхности. Значит, в Корее... Можно я походу? Да, да, да. Я просто... Переходи к нам. Я просто потому, что... Вы ребята на лобове это съемочное походы. Значит, он... Меня зовут Сагарид Вельфуцов. Я инженер. Самсунг. Значит, первое по вопросу Олега. Значит, в режиме сервеабилити, то есть, гейтвей, когда уходит в автономный режим работы, он работает, ну, скажем так, с минимально необходимым и допустимым функционалом, да, сервисов, абонент. Значит, IP-телефоны, которые были зарегистрированы на S7, мы в момент регистрации указываем, какой гейтвей для него будет резервным. В случае пропадания, в случае пропадания, да, связи со системой, IP-телефон автоматически уходит на регистрацию на гейтвей. Продолжает работать как локальный IP-телефон на этом гейтвейе. Второе. Когда мы устанавливаем программу испечения на гейтвей, как шлюз, при регистрации на S7, все лицензии, которые присутствуют, как в офис-серве, да, на эту станцию, они открываются все на всех по максимуму. То есть автоматически они открыты. Поэтому имеется в виду там по... Основные. А? Основные. Все вот, весь лист, который ты видишь, все по максимуму сразу открывается. Но, но, так как для связи со S7 используется, скажем так, свой провижинг, это опять же связано с тем, что с вопросом именно у вязки S7 и гейтвей провижинг используется для, допустим, автоматической загрузки в S7 дайл-планов. То есть мы поменяли дайл-план в этой сервис-группе или в юзер-группе, он автоматически прогружается в S7, там, длину номера у нас был там, допустим, добавили, что номера начинают с такой-то цифры, а не пятизначные, но раз дайл-план уходит. Вот, поэтому используется свой провижинг, прединсталированный, заранее заточенный на вот эту вот архитектуру, по общению между ними. Дальше работа начинается стандартным СИП-протоколом, все звонки прохождения выгодов между КИТ-Веем и СМ. Но в случае пропадания связи с СМом использовать по этому альтернативный СИП-керрилер будет невозможным, потому что логика работы именно СИПа она заточена на СМ. Поэтому вы остаетесь только на связи по локальным транкам АСДН или ФКСО. Оперативная связь. Сколько времени должно пройти, чтобы система ходила, чтобы спать в КиТ-Веем? Практически мгновенно. Спинги и практически мгновенно. IP-телефон понимает, что и автоматически возвращается, как только появился. То есть там два аккаунта заводятся. Опять же телефон прогружается в провижинге. Сам IP-телефон. То есть регистрация телефона, IP-телефона делается в тот же plug-and-play. Собственно говоря, первое можно отработать LDP, он автоматически от свеча получит VLAN. Потом делается запрос. Дальше на DHCP-сервере мы заводим свой сегментик, DHCP-RWay делает, под систему DHCP, где он откликается на 66-ю опцию с именем. IP-телефон посылает то есть broadcasted пакет на DHCP-сервере с этим именем, он ему откликается уже, куда ему лезть за регистрацией, на какой IP-адресе системы. Дальше в качестве юзера используется MAC-адрес это опять же заранее мы всеми указываем MAC-адрес телефона. Как только MAC-адрес телефона передается провизионинг на этот MAC-адрес, под каким юзер-айди тебе надо регистрироваться, дальше идет сама регистрация аккаунта и дальше идет получение профайла уже по настройкам телефона. Кнопки, дайл-планы, тоны и так далее. все это происходит довольно быстро. По нумерации смотри как все происходит. Первое, когда ты ставишь гитвей, в режиме гитвей работает шлюз, там весь обмен идет чисто DID вызов из типа пришло 8 знаков, отрезали первое и два он приземлился. В принципе так работает. Дальше с этого порта звоним, у него колер-айди шестизначен. Понятно пока, как происходит общение. неважно дальше смотри. Дальше что происходит. В ИСИМе планы нумерации задаются следующим образом. Есть юзер групп. Юзер групп в общем понимании как тенант. То есть предприятие какая-то, большая структура. Дальше в юзер группе они делятся на локейшн. То есть абоненты. Юзеры делятся на локейшн. В принципе локейшн это скажем так местонахождение больше. есть там уже задаются временные зоны, используемые коды, широкополосные, узкополосные это уже от специфики конкретного сайта этого локейшн. Дальше все юзеры делятся на сервис группы. Так вот у юзер группы есть план нумерации. общий на всю юзер группу. Допустим там задана шестизначная нумерация и у каждого юзера есть свой номер шести знаков. понятно, да? Когда мы уходим в сервис группу, в сервис группе есть точно такой же план нумерации, мы можем задать, но у каждого юзера есть еще extension number. Это внутренний номер этого пользователя вот в этой сервис группе. то есть может быть допустим номер 100004XX ну четырехзначный шестизначный номер, да? Но внутри зачем внутри вот грубо говоря там отдельное здание они там все структуры набирать шесть знаков. То есть последние четыре цифры набрались и все позвонили на него же. То есть достаточно четырехзначный нумерации пользоваться в какой-то структуре. Если идет звонок по корпорации по всему предприятию ну шести значит так вот при уходе в режим серверабилити то есть отдельно стоящей системы гитвы она начинает работать по плану нумерации самого гитвы и в общем-то этот порт может в плане нумерации самого гитвы иметь те же четыре знака четыре цифра вот и все. Понятно да? То есть как бы два слоя нумерации полный номер на всю корпорацию и короткий номер на этой структуре связь между сайтами идет через СЕМ то есть если допустим СЕМ работает то сайт не может позвонить нет если если развалилась связь с СЕМ то просто как отдельно стоящий сайт у вас стоит Во-первых есть актив стендбай но эта структура она ставится в одном месте потому что сервера объединяется хаббит патчкордом напрямую а вот если актив актив вы развели структуру то там два варианта либо у вас в каждом актив здесь 3000 и здесь 3000 но база данных у всех общая конечно база данных у всех общих и зеркалирует вся информация передается это знает что это мои 3000 а этот этот кластер знает что это мои 3000 а можно сделать как раз и актив и актив в режиме повторного резервирования один актив стендбай это 3000 но у каждого юзера этого актив стендбай есть дополнительный аккаунт на той структуре то есть точно такой же номер есть в той структуре но он как секунд аккаунт используется то есть если пропал пропал первый кластер он уходит работать на секунд аккаунт но в этом случае 4 сервера но все равно 3000 то есть вы просто размещаете еще одну пару серверов в каком-то дата-центре защищенном если у вас свой хост грубо говоря что-то с ним случилось пожар водой залили тогда автоматически начинает вся сеть работает из дата-центра управления текстом через сервер сервер не гоняет полосы не ходят через сервер проксирование я могу уточнить количество ограничений вызов между разными локейшнами можно настроить не больше 10 вызов во-первых ограничения по локейшн у вас задается самой карты кодеков в шлюзе дальше если у вас чисто в локейшн айпи телефоны выставили сколько телефонов столько вызов то есть то есть аналаски а колскол спору ракейшн хорошо Конечно, количество внешних каналов. Нет, нет, тут немножко ты пишешь-ка другое. Еще вопросы есть? Лево запишу, пока уточню. Следующий перерыв между докладами. Дальше, последнее примечание по BLF-кнопкам. Если есть активная сессия, то абоненты, которые участвуют в этой активной сессии будут отражаться на всех BLF-кнопках. То есть там определение лишь активной сессии. Активная сессия, значит кнопочка зажигается. То есть защищенная система еще после вас возникает? Утренний трафик на шлюзики, они тоже сигнализацию все равно гоняют через центральный сервис? Да, конечно. Я же говорю, когда он стоит как шлюз, каждый как суппорт, он как бы опосредованно через шлюз зарегистрирован в юзер 1 и S7. Они в этом случае выглядят как просто независимые IP-телефоны с точки зрения S7. Там смысл в том, сам гейтвей регистрируется неким URI, сам гейтвей. Дальше. Группа транков регистрируется как некий URI. И порт SLT регистрируется как некий URI. И там просто что происходит? Когда ищется роут, куда его послать, там просто строится такой сложный роут. Звонок туда, via, через такую структуру. И когда вы на S7, грубо говоря, можете запустить трейс, там можно трейс роут или трейс холл посмотреть, вы прямо видите, через какие архитектуры узлы проходит этот вызов. То есть вот на этот CIP-ID, да, SLT-телефона, вызов пойдет сначала, да, на гейтвей, потом из гейтвея в трамповую группу, на ее, да, а потом на нее, на... Тогда 100% audio не гоняется через сервер, потому что группа с гейтвей гоняет один экстеншн на плате на другой через сервер. Ну да. Ну я проверю именно как, я еще раз прошу, то есть возможно наверняка два варианта, потому что если мы задействуем войск вылете мониторинг функционал, да, то в этом случае нам надо проксировать артепий трафик, естественно. Если вам на войск вылете мониторинг, в принципе, наплевать, то тогда вы можете опилинговое отношение сделать. Тут уже, в принципе, лишь архитектура ваших связей между VPN-ами. Можно вопрос? А вы как раз у меня продолжение этого вопроса? Сейчас. С одного сайта на другой сайт идет звонок с платой или используя кодеки держальные. А при работе с МПС работает или же идет все равно через... Я уточню вот этот вопрос. Проектал? Возможно вариант. Да, меня интересует. А почему вы используете мониторинг в TP-трафике? Вы используете мониторинг, это, грубо говоря, это проинформировать администратора системы, что либо уже недостаточно пропускного канала, именно, допустим, между офисом VPN-ом, да? Для чего вы используете мониторинг в TP-трафике? Да. Для чего вы используете мониторинг в TP-трафике? Да. 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 Просто любая станция мяча. Может, в TP-трафике загнать? Давайте я уточню с бюджетный вопрос по именно маршрутизации маршрутизации. Пока Лев будет уточнять вопросы, ответы на вопросы, которые да. Давайте поблагодарим Алексея. АПЛОДИСМЕНТЫ